Переделывать собственную работу всегда неприятно, особенно если на нее было затрачено значительное количество времени. Такие ситуации не так уж редки во время создания различных документов со сложным форматированием в текстовом редакторе Microsoft Word. Преимущественно они связаны с оформлением больших таблиц, когда кропотливо создается и наполняется значениями таблицы одного вида, а потом вы понимаете, что она не помещается на странице. И вам необходимо ее переворачивать. End and Pepep. Как перевернуть таблицу в Вардё, развернуть таблицу на 90-энт решетка 186. В Вардё, превратив ее из горизонтальной в вертикальную, можно выполнив следующие шаги. Откройте документ, в котором находится таблица, требующая переворота, и убедитесь, что под ней достаточно свободного места. Выделите всю таблицу. Для этого подведите указатель к левому верхнему углу таблицы, и когда появится характерный значок управления таблицами, сделайте щелчок левой кнопкой мыши. Выделение таблицы после выделения вырежьте всю таблицу, нажав сочетание клавиш Ctrl плюс X, или сделайте эту же самую операцию через контекстное меню. Для этого в любом месте выделенные области таблицы, сделайте правый щелчок мышкой, и в появившемся меню выберите пункт «Вырезать». Вырезание таблицы в главном меню текстового редактора Вард, перейдите в раздел «Вставка» и нажмите на кнопку «Надпись». В появившемся списке вариантов, выберите самый первый с названием «Простая надпись». Создание текстовой вставки удалите вставленную редактором для образца надпись в рамке, нажав клавишу «Делит». Удаление надписи увеличьте размер рамки появившейся текстовой рамки, передвигая ее стороны за специальные маркеры, чтобы ее размер примерно соответствовал вашей таблице. Более точную подгонку размера рамки по таблице вы всегда сможете позднее. Увеличение размера рамки, установите курсор внутри рамки и нажмите сочетание клавиш Ctrl плюс V, чтобы вставить скопированную ранее таблицу, или снова сделайте данную операцию через контекстное. Меню. Для этого выполните щелчок правый щелчок мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Параметры вставки» с нажатием на кнопку «Сохранить исходное форматирование». Вставка таблицы таблица вставлена, но у нее по умолчанию присутствует дополнительная обрамляющая рамка. Чтобы от нее избавиться, сделайте щелчок правой кнопкой мыши по рамке и в появившемся списке выберите пункт «Формат фигуры». Настройка формата фигуры в открывшемся окне выберите в левой части группу настроек цвет линии, в котором переведите выбор на нет линий. Нажмите кнопку «Закрыть». Обрамляющая линия рамка исчезнет. Удаление линий теперь остается только перевернуть таблицу за верхний зеленый маркер, отвечающий за поворот фигуры. Поворот таблицы, развернутая таблица, если вам нужно внести какие-либо корректировки или дополнения в таблицу, то сделайте по ней щелчок левой кнопкой мыши. Данным действием вы вернетесь к редактированию текстового поля, а сама таблица примет исходное горизонтальное положение. Вам не придется выворачивать голову, что ее отредактировать. После внесения правок просто сделайте щелчок левой кнопкой мыши за пределами области текстовой надписи и таблиц снова перевернется автоматически. Очень удобно. Необходимо отметить, что описанные в статье действия могут быть выполнены только на одной из самых последних версий текстового редактора, Microsoft Word 2010 или Word 2013. При этом обязательно также, чтобы файл был сохранен в формате этих последних версий, что даст возможность использования новых возможностей редактора. На более ранних версиях Word функция поворота области текстовой вставки недоступна. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Единственным выходом для пользователей, использующих такие редакторы, является применение альбомной ориентации для страницы, на которой расположена большая таблица. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.